Хорошо, еще спрашиваю, сынок. Без Бога плохо, а с Богом-то везде хорошо. Он самый сильный, он охраняет. Он заботится о человеке, потому что он его сотворил. Лег сколько вам, лег сколько вам, мадрец? Что так? Ну да, сколько вам, сколько вам, лег сколько? А, 80. А здесь что делаешь? Делать больше нечего, что ли? Нет, есть что, я уже 74 дня здесь. Здесь, считай, что написано? Библия. Вот я проповедник, людям говорю, что нельзя блудить, они развратничают. Совокупляются открыто. Женщины показывают свои органы, мужчины. Это место Содома и Гаморра. И мы людям это рассказываем, считаем Псалтирь, Евангелие, чтобы они одумались. Это безумие творят. Нет, я тоже ответв верующий, у меня исламская вера. Ну да что вам исламская вера? Надо верить в Бога, что Господь сказал, судить будет этот мир. Ты мусульманин, так ты что, Евангелие-то не считаешь в Библию-то? Библию нет. А это что у меня? Коран. Коран. А вот это считай, что, баран, что написано? Я не умею это читать. А вот тут и оно. 150 мусульман опросил, и ни один не знает. Вы такие же, как и мы. Наши люди тоже Евангелие не считают. Бараны. И поэтому друг на друга натравлюют, убивают. Православные мусульманы, мусульмане православных. А надо верить, жить мирно, Бога славить. Красиво, говоришь. Я проповедник. У меня вышло из печати 38 томов книг, моих книг. И я их повез в библиотеку мира. А с Барнаула я живу до Владивостока. А потом прошли до Лиссабона, Португалия. Мы прошли 6 мусульманских республик и Турцию. Я везде дарил 38 томов. Вы в какой республике? Да вы, я гляжу, в России находитесь. В Дагестане. Я в Дагестане. Ну, Дагестан, Россия. В Дагестане, в центральной библиотеке, мои все книги. Нас там очень хорошо приняли. И там есть, как заходишь в библиотеку, стрелка, и написано «комната для намаза». Я когда книги отдал директору и говорю, а можно туда зайти? Там мы попробовали, закрыто. Он говорит, вопросов нет. Он позвонил, нам открыли. Мы разулись сразу, зашли, стали молиться, просить мира Дагестану. А потом поклонились поклоном, как мусульмане-то. И Богу все сказали. Мы ходили в мечеть, ночевали мы в доме у Мулы, Мулат. Мулат – это как священник. У нас хорошие отношения очень. У Мулы ночевали. В Баку, город Баку, Азербайджан. Вот так. Мы беседовали на Римлянам 6.23. Там написано так. Возмездие за грех – смерть. Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Первую половину сразу согласились, все одинаково. А на второй половине не получилось. Я говорю, у нас очень просто. Убийца был, его завтра расстреляют. А он сегодня молится и говорит, Господи, прости, ты за мой грех умер. Бог прощает. А у вас спасителя нету. Ну да. У вас нету. Вы просто молитесь и все. Кто спаситель? Спаситель Христос. Он умер за наши грехи. Умер. Вот сейчас, через две недели, будет Пасха. Мы будем приветствовать Христос в воскресе. А кому говорит, что-то отвечает. Воистину, действительно воскрес. Воскрес из мертвых, живой. На сороковой день он вознесся на небо. А потом придет опять судить этот мир. Когда мертвы все воскреснут. То ли в больницу попал я, то ли еще. Все что-то не сидят. Вот я вот 80 лет, я сижу, видишь, не облокачиваюсь, проповедуя Христа. Видите, какая у нас книга. Мы через две недели будем приветствовать друг друга. Христос воскрес. Пасха придет. Самый торжественный праздник. Христос пострадал за наши грехи, умер и воскрес. И мы в это верим. И веруя в Него, мы получаем жизнь вечную. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это написано в Евангелии от Марка, 16 глава. А кто не будет веровать, осужден будет. Дело его совсем плохое. Что, не верующие? Ты в Бога-то веришь, нет? Господь умер за наши грехи. Иисус Христос. Надо верить в Него и получить жизнь вечную. Я верю в Аллаха. Ну ладно тогда, раз не верите, я отойду. В церковь-то ходишь, нет? Я татарка. Ну еще. В Бога-то верите? В храм ходите? В церковь? Да. А вы знаете, что через две недели Пасха будет Христова? Пасха. Да. Нет, не через две недели. Через две недели и два дня. Да, две недели и два дня. А как будем приветствовать друг друга? Христос воскрес, а что отвечают? Воскрес Христос. Нет. Воистину воскрес? Забыл? Да, воистину воскрес. А сейчас пост идет. Вы поститесь? Нет. А почему? А кто тебе сейчас рулетку скачал? Потому что я и так... Здесь много зла делают люди. Мы пришли в рулетку, чтобы им, этим людям, прочитать заповеди Божьи. Вот, видишь? Вот. Прочитай нам. Да, мы о Боге говорим. У нас большой канал. Если можете, можете зайти. Называется «Во свете Библии». Я подписан, я заходил на ваш канал. А вы не можете зайти туда? Можем, мы подписаны уже. Подписаны на «Во свете Библии» на наш канал? Да. Ох, вы какие молодцы. А вот если по скайпу думать и разговаривать, вы просто зарядите Игнатия Лапкина и меня найдете. У нас вы увидите, какие ребятишки хорошие. У нас на лето приезжают отдыхать. Мы живем в Барнауле, Алтайский край. Ну, ладно тогда. До свидания. Молодцы. Хорошие ребятишки вы. Вы, ребята, верующие в Бога-то или нет? Неверующие, да? У вас скучная жизнь. А вот через две недели и два дня будет Пасха Христова. Только не ругайтесь спокойно. Пасха, в церковь-то сходите. Душа маленько размякнет. Ладно тогда. С Богом всегда хорошо, сынок, с Богом. А когда без Бога, все плохо. Потому что люди греха не боятся. Что попало, делают. А когда верит человек, он поднимает руки и молится Богу. И Господь его сохраняет, наставляет. Помнишь? Помнишь? Что это? Это Библия. Библия. Главная книга. Да, да, я понял. Да. Помнишь, дед. Спаси Христос. А вы свою книгу-то узнаете, нет? Что написано? Да, да, дед. Я знаю. Знаешь, да? Я вот... Да, да. Я знаю. Да. Ну, все хорошо. Вот такая буква. Я знаю. Я узнаю. Ну, с Богом. Счастливо. Давай, дед. Аллилуйя. Аллаху Акбар. Ага. Иисус Акбар. Ну, что смеешься? Смотри. Надо закон Божий знать. Не, не. Я уважаю. Уважаю, уважаю. Да. Вот так. Да. Да, да, да. Мы Иисуса тоже пророк считаем. Уважаем. А вот, что насчитай? Что написано? Тарджума, молния, аллаху Акбар. Не знаешь. Вы, я говорю, как православные. Тебе тоже ничего не знают, не считают. А раз... Вот, если честно, дед, вот если честно, давно не читали, я восемь раз Коран почитал. Восемь раз, честно я вам говорю. Ну, а вы знаете его размер. Я на Коран написал целый том. Том. 752 страницы. Я делаю, сравниваю сур и аят из Библии с житьями святых. Так вот, меньше Библии в 5,6 раза. Меньше Библии. Коран. И меньше Нового Завета на 1,16. Чтобы Коран считать, прочитать, по одному часу. Для этого потребуется 16 дней. Ну, я каждый Рамазан, я каждый Рамазан, вот, каждый день по 10 листов почитал. Да. Я в Рамазан, вот, когда пост держал, я почитал. Вот, просто сейчас, сейчас работаю и, ну, что-то не успеваю, короче. Я, да. У меня, вот, веришь, нет, дед. У меня дочка здесь, в России. Второй класс учится. Вот, недели назад Коран закончил. Второй класс учится. Так, так. А у нас праздник большой, через 2 недели. Пасха Христова будет. Да, да, да. Знаю, знаю. Это у нас рассказывает, говорит, в Казани. Православный дружит с татарином. Идет и говорит, Христос воскрес. А тот не знает, говорит, ай, молодца, Христос. Да, я вот, я вот фрукты торгую, да. Вот, честно, любой клиент я поздравляю. Да. Вот, с праздником всегда. У нас большой сайт есть. В Освете Библии называется сайт. Там 14 700 роликов. 34 тысячи подписчиков и 33 миллиона просмотров. Ну, что ты здесь сидишь? Я людям, людям пришли рассказать о Боге, чтобы этот садом не поглотил людей. Уже 74 дня я нахожусь здесь. Да, да. А то вот, честное слово, я сегодня первый день чатрулетку скачал. Первый день. Вот первый. Что там не увидишь? Вот всякие гады увидишь. Половина раздетая, половина раздетая. А процентов 80 мусульмане. Ну. Я им говорю, для чего вы пришли сюда-то. Они, да поговорить, с кем говорить-то? Кого ты нашел? Это врун. Врун. Просто я в Ютубе один ролик посмотрел. Вообще понравился. Ну, там пацанёк, короче, играет с людьми. Думал, что такое, давай скачаю. Тоже сижу, никого нету, да? Скучно. А вы можете на наш Ютуб зайти. Вам очень понравится. Мы деревню православную строим. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Вот зарядите только в Ютубе. Ну, да. Вот честно. Ну, я уважаю. Ну, просто я не читаю. У меня религия. Вам просто интересно будет. Вот у меня вышли 38 томов книг. И я проехал, даря библиотеки. Прошли от Владивостока, живем в Барнауле, до Лиссабона. При Балтику и Скандинавию. И мы в шести мусульманских республиках были. В доме мулы ночевали. Нам это хорошо известно. И потом в мечети я ходил, молился. В Дагестане были? В Дагестане, конечно, были. В Таджикистане? В Таджикистане. В Таджикистане? В Таджикистане не были. Мы проходили сразу на Азербайджан и уходили в Грузию. Ну, картошки в прошлый раз-то хорошие. Давай. Шанс. Вот мне, на столе две картошки. Ну, все, что-то, да? Да. Слава Христу. Мы с вами встречались уже? Спасибо большое. Мы встречались уже с вами? Всего он того же самого. Почему не боитесь? Почему? Две причины. Одна, алименщики прятаются от алиментов. А вторая, стыдно, чем занимаетесь. А мы пришли... Ни кто ни другого. А мы пришли... Ну, разбрат идет один сплошняком. И боитесь, чтобы не выключили, не платить 200 рублей Андрею Тарковскому, кто изобрел эту рулетку. Ну, это я уже 74 дня, тут я все изучил. Да я обойду этот антибанк хоренов, как делать нехрен. При желании. В этом ничего сложного нет. Меняем разрешение экрана. Вот. Меняем IP-адрес. Интернет разоединился. И все. И добро пожаловать. В чат рулетка. Ну, да. Так-то так. Ну, а говорить-то можно, чтобы не прятаться-то? Я ответил на ваши вопросы. Чтобы меня в интернете себя найти, спасибо. Не надо. Ну, это ваше дело. Дело в том, что такой возможности у вас может не быть. Я специально с людьми работаю. В университетах занятия. 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 Продолжение следует...